в эфире программа детали 19 июня открывается уникальная историческая выставка холокост советском союзе где у открывается как открывается и что это за выставка мы поговорим с ее историческим куратором доктором яковом фальков яков добрый день добрый день добрый день яков ну рассказывайте что где когда куда идти и где смотреть значит прежде всего кибуц и лохами агита от это на севере так вот наш северный центр не самый-самый сервер сейчас очень все проблематично к сожалению ноги в районе аку вот там есть такой замечательный кибуц и в них есть замечательный музей и архив уже десятки лет существующие которые рассказывают историю но тлухами агита от на иврите это борцы гетто так это и переводится на русский музей борцов гетто не вот у них есть там вот такой музей который рассказывает о борьбе о сопротивлении в самых различных местах оккупированной европы но нацистами оккупированных мы говорим про вторую мировую войну и про героизм евреев там очень много рассказывать там замечательные собраны коллекции частных свидетельств и различных документов но у нас по сути два таких института есть в израиле один это яд вашем и второй этот конечно поменьше с гораздо меньшими возможностями но тем не менее весьма уважаемые в научном мире вот там у них тоже стоит обязательно работать людям которые занимаются исследованием второй мировой войны и холокоста и вот это да и вот да и выставка называется я это есть как бы лес свидетель и она рассказывает впервые вообще вот по крайней мере в израиле рассказывает о холокосте в советском союзе на постоянное основе это будет постоянная выставка нужно подчеркнуть и о героизме евреев но про героизм там немножко меньше упоростно на холокост но тем не менее там есть вот доброесть рассказ о нацистской оккупации есть рассказ о том как сопротивлялись евреи про различные гетто там про подполье все это вот эти мы работали последние где-то два года много нужно было сделать работы вот возвращает к вашему первому вопросу когда значит девятнадцатого числа это все в восемь вечера открывается будет официальной церемонии открытия что вообще очень здорово по нынешним временам то есть мы преодолели корону и продолжили деятельность на этой выставкой несмотря на вот войну которая уже восемь месяцев продолжается за что честь и хвала организаторам этой выставке и вообще это идеи люди там вот из руководств музея которые все это продвигали самоотверженно но а девятнадцатого числа это официальное открытие вот они меня просили подчеркнуть это официально открытие там только для приглашенных а потом после после 19 до 20 числа начиная все это открытая выставка постоянное можно и нужно приходить там будут работать постоянные люди которые вот мы мадрихим да это люди которые сопровождают группы до гиды да а вот то есть там будет там есть там интерактивные вещи сделаны карты различные которые там можно кнопочки разные нажимать это все это появляется то есть там много там много вложено в это и там такие фонды как и claims conference и genesis я знаю не поддерживали это дело и в общем ну вложились здорово там очень и я как историки организаторы и там технологи которые вот всякие эти новые гаджеты умеют применять для выставок то есть должно быть очень хорошо вот я уверен более чем уверен я сам пойду все это посмотреть до открытия выставки вот но в принципе я приглашаю всех 20 числа обязательно ничего такого в израиле никогда до этого не буду в общем и в мире этого немного там есть москве музей холокоста я знаю дано что другое а вот такого вот нашего своего не было ничего теперь вот она частью есть а если вернуться к официальному открытию ожидается известно ли кто из высоких гостей придет то есть насколько это выступает инициатива интересно на таком высоком мире например вопрос замечательный я понял знать это не ко мне это вот там вот к организаторам они занимаются вот этой частью я распространяю в русскоязычном сегменте в прессы наши вы вообще первые за что вам огромное спасибо кто откликнулись вот на идею общего поговорить об этом я фейсбуке у себя это поставил ну вот будем надеяться что кто-то по крайней мере из русскоязычных политиков обратит на это внимание но более этого я ничего не могу сказать это вот к ним кого они там приглашают но будут наверно будут я думаю там и не изъят вашем из университетов у них замечательное сотрудничество смеха это галиле маарави я тоже есть программа изучения холокоста и тоже нужно отметить там и замечательные потрясающие коллеги которые в последние годы много сделали для того чтобы это вышло и на международный уровень для того чтобы знали а вот и про них и про битлухами гита от за пределами израиля и в том числе много говорили про холокост в советском союзе так что делать я думаю что они там обязательно будут опять же не политики и так неважно будут они не будут все эти генералы так сказать главное чтобы что эта выставка будет что туда можно прийти будет память это самое главное теперь яков а теперь мне к вам вопрос уже не по теме которую мы с договорились это вам сюрприз в газете ну а как без этого знаете я вас просто в газете нью-йорк таймс прошла статья что министр диаспоры шикли создавал в сша фейковые аккаунты для типа для поддержки израиля это кстати уголовное преступление в сша 2 миллиона долларов потратил наших денег сегодня там идет жуткий скандал фишикли сказал я не я корова не моя а нью-йорк таймс вот выкатил факты и в общем поставил израиль в неловкое положение вот скажите на ваш взгляд вот теперь мы как бы это от неопытности от желания выделиться пока от того чтобы чек решил показать какой патриот вот вот что это такое пойти на уголовное преступление ну ради я не знаю ради чего ради страны типа он наверное так считает как бы вы может быть знаете я не знаю это нужно у него спрашивать что он конкретно считает я все это мог бы резюмировать знаете таким вот известным выражением хотели как лучше а получилось как всегда в отношении того что когда хотели как лучше я к человек который немало занимался и отчасти все еще занимаюсь сегодня уже как частный эксперт вопросами влияния я именно поэтому вам и задал этот вопрос да 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 значит я хочу сказать что на самом деле это вещь совершенно нормально в сегодняшнем мире даже более того мы же все с вами прекрасно видим что в современных войнах в той которую сейчас ведет израиль это направление вот влияние воздействия формирования отношения к нам внешнего мира это пожалуй самое главное сегодня направление даже возне важнее чем железяки наши военные много лет готовились к войне железяк вот как раньше а оказалось что воевать нужно и также вот вот на этом направлении а может быть и самое главное то что нужно там делать потом потом а значит в америке сегодня америка на сегодняшний день это возможно самая главная платформа на которой формируется отношение к израилю и мы это видим прекрасно там сегодня внутренняя борьба идет это самое определяющее для нас все остальное даже европа в этом плане менее важны вот там сегодня борьба за мнение американского избирателя особенно накануне выборов это все показывает нам на самом деле нужно обязательно обязательно сражаться за мнение американцев за мнение американской общественности и за мнение тех кто там принимает решение принимает законы тем кто там одобряет или не одобряет поставку нам тех или иных вооружений это все нужно делать тем более что наши враги Вот все враги, полувраги, все арабские страны, Россия, Китай, ну все-все-все-все сегодня это делают чрезвычайно массивно в Америке. То есть это никакое не табу. Формально там у них есть закон, который все это запрещает делать. Но де-факто все прекрасно это делают. Кроме того, что сами американцы делают то же самое по всему свету. Это секрет Полишинеля. То есть сегодня этим занимаются все, прекрасно понимая, что это основной определяющий фактор в сегодняшних международных отношениях. Вот эта тема, я об этом писал, у меня есть публикация, кого интересует, можно на иврите посмотреть, в интернете найти. И на английском языке тоже. А теперь вопрос, в какой форме это делается. Как это можно и нужно делать на территории Америки. Но понятно, что это все очень сенситив, то есть это все очень чувствительно. Понятно совершенно, что можно нарваться на очень много подводных камней, которые желательно было бы избежать для того, чтобы не навредить вот этим якобы полезным действиям, не навредить на самом деле на государственном уровне. И в военном плане, тоже в военных отношениях между государствами. Но у нас, поскольку мы этим никогда не занимались, ведь в Израиле, то есть занимались так-то на коленке, очень примитивно. И об этом мы с вами тоже уже много раз говорили. Я уже у вас в эфире тоже раскалка ходил, и об этот центр ДАДО по развитию теории военных действий современных. Я пытался их убеждать в том, что нужно заниматься еще вопросами влияния. И они меня поставили подальше и сказали, что мы будем заниматься железяками. И поэтому получилось так, что теперь, когда поняли, и это вот как на охоту, так собак кормить. То есть решили, опять же, кто-то, кто такой Шиклик, что за люди там у него сидят, кого он набрал, что они умеют реально делать, что они понимают. То есть у нас на государственном уровне нету стратегии, нету понимания того, что это супер, мега важная тема. А Шиклик решил, что называется, показать себя и показал. Ну, может быть, да, но что-то... Ну что ж, огромное вам спасибо. Еще раз напоминаю, 20-го числа, с 20-го числа в музее... Борцов гетто, Бейтла Хамея Гетаот, выставка про Холокост на территории бывшего СССР. И смотрите, мне кажется, это действительно, особенно во условиях войны в Израиле, это крайне-крайне чувствительно и важно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо огромное вам. Счастливо.